Зло во времени суток, вражины! То есть, это видео уже крайне редкое, так что вы смотрите раритет. Ну так вот, когда-то давно, когда Armored Warfare был еще на подъеме и только-только вышел в открытый бета-тест, в конкурсе-тере лотереи Mail.ru разыграла бронированную разведывательно-дозорную машину, стильно раскрашенную в цвета игры и, как сказали, адаптированную под... Вот я не помню, под что она была адаптирована, короче, подъезду по городу. Я вообще, в принципе, не представляю, что они там адаптировали. Гидроусилитель, что ли, поставили? Хрен его знает. Но есть стойкое чувство, что адаптация заключалась в том, что с нее сняли пулемет и вместо него поставили муляж. Ну так вот, тогда я сделал видео, в котором сказал, что главный приз какой-то странный. Ладно бы это была тачка, тогда был бы спрос. А так броневичок, ну, скажем так, мало кому нужен. У нас в стране не у каждого и дачи-то есть, чтобы на нем там гонять. Ну а ездить на нем по городу, это и вовсе мечты пятиклассника. Причем стоимость такой машины средней поюзности, да, ее так называемая адаптация, плюс реанимация, плюс перекраска. Короче говоря, сумма набегает такая, что можно было Mitsubishi Lancer разыграть. Ну тут ладно, в общем-то, сыграл символизм. Мол, игра про бронетехнику, вот и разыгрываем мы бронетехнику. Но так или иначе, большинство в конкурсе участвовало с коварной мыслью о перепродаже. Ну, дескать, халява она и в Африке халява. Но по невероятному счастливому стечению обстоятельств броневичок выиграл, как сказали, какой-то охотник то ли из Сибири, то ли из Дальнего Востока и все бы ничего. Но в конкурсных условиях было прописано, что оформление броневичка да его доставка осуществляются за счет победителя, собственно, или же его собственными силами. А доехать из Москвы до Сибири или Дальнего Востока на броневичке и остаться при этом здравомыслящим человеком довольно сложно. Мне кажется, машина рассчитана на людей ростом примерно метр семьдесят и не сантиметром выше. Короче, это подвиг покруче, чем из Владивостока на приоре ехать. В итоге броневичок очень долго стоял возле офиса Mail.ru и сейчас уже говорят, правда, что его там нету, что его все-таки отправили или его все-таки забрали. Но видео с вручением главного приза этого конкурса победителю я так нигде не нашел. Ну, поэтому у меня есть стойкое чувство, что темной московской ночью броневичок просто отогнали в гараже, его там распилили и сдали на черномет. А победителю просто выплатили какую-то компенсацию. Ну, дескать, давай мы друг другу мозг компостировать не будем. Вот тебе деньги, сходи, купи себе Ниву, например. Не знаю. Это все я говорю к тому, что не так давно, вернее, 2 или 3 дня назад закончилась не менее странная акция от Mail.ru под названием «Операция Шторм». Видеоотчет с этой операцией Шторм вы, кстати, можете посмотреть в официальной группе Armored Warfare. Даже не можете, а пожалуйста, сходите и посмотрите. Я как бы желаю Armored Warfare только исключительно добра, поэтому мне не впадло прорекламировать лишний раз. Ну, так вот, суть замеса состояла в том, что нескольким счастливцам, по-моему, человек там 6 или 7, предлагали шикарную возможность сходить в армию в очередной раз, ну или для кого-то в первый раз, абсолютно, естественно, за бесплатно. То есть ни вы ничего не платите, ни тем более вам никто ничего не платит. И это заняло примерно где-то неделю. И всю неделю они там, собственно, бегали по полосе препятствий, куда-то стреляли, куда-то ходили, надевали какие-то противогазы на время, ездили на БТРки. Короче говоря, им там имитировали службу, которую проходят десантники. Даже они там прыгали с учебной вышки. Вот с настоящим парашютом почему-то они не прыгали, а с вышки с учебной прыгали. Освещали же эту игру в Зорнице ежедневными репортажами в официальной группе. Как я уже сказал, сходите и посмотрите. Ну, во-первых, освещали, надо сказать, так себе, потому что, ну, общая идея, она как бы была, скажем так, заимствована у проекта Первого канала под названием, как он там назывался? А, спецзадание вроде, да, где там звезды были в армии, где позорно слился Денис Майданов и всякие такие прикольные штуки там происходили. Но очень быстро, собственно, передача скатилась в полное говнище, потому что придумали какие-то идиотские индивидуальные задания, путем которых стали сливать тех немногих, на кого там было интересно смотреть. Но там все-таки каждый выпуск занимал минут 40, здесь же каждый выпуск занимает минут 5. Начинается он со слов типа, сегодня наши ребята там, допустим, бегали полосу препятствий. Тут же показывают несколько кадров, как они ее бегали, после чего у одного из участников берется интервью в 2-3 минуты длительностью, в котором он рассказывает, как это было сложно, но в целом, как ему все офигенно понравилось, и на этом конец. Создается впечатление, что данный контент, он как бы вот не для зрителя рассчитан, а чисто вот как отчет, что типа вот этот чувак участвовал в лотерее, он победил, он пошел в Russian Army, и вот как там круто. То есть элемент какого-то шоу отсутствует напрочь, я не знаю, может потом выложить какие-то полные версии, я даже на это надеюсь, потому что вот эти 5-минутные нарезки, ну это вообще никуда. То есть как реклама игры данная акция закончилась, когда закончился сам отбор, то есть когда вот призывали, пришли нам свою анкету, мы подумаем, может быть тебя возьмем. А вот из выпусков сделать какую-то рекламу игры или чего-то такого уже не догадались, уже пороху не хватило. Ну опять же повторюсь, да, что получилось не шоу, а банально просто какой-то отчет. Но надо сказать, что даже 5-минутные три видосы просмотров не собрали практически вообще, ну где-то потолок по-моему 5000 просмотров оказалось, внезапно вернее, оказалось, что людям неинтересно смотреть, как незнакомые дядьки бегают там эту полосу препятствий, как они стреляют из автоматов и как они залезают в БМД. Ну просто потому, что они незнакомые, их никто не знает. Как правило, жизнь посторонних людей мало кого интересует, если это не фабрика звезд и не дом 2. То бишь, если это не шоу, повторю третий раз специально для отдела маркетинга. А между тем, даже небольшую толпу людей свозить на неделю в армии с катанием на БМД, со стрельбами, с полосами препятствий, с занятиями с инструкторами, я уверен, что это набегает в принципе кругленькая сумма, которая, глядя на окончательный рекламный выхлоп, можно сказать, отдела маркетинга была просто утилизирована. Отдельно в финальной статье об операции Шторм порадовал абзац, в котором говорится, что участники, не служившие ранее в вооруженных силах, справились с задачами не хуже своих служивших ранее товарищей и организаторов от Министерства обороны признали дружескую боевую ничью. Вот так вот, выкуси срочная служба. Ну, а теперь давайте представим, что было бы, если бы в операцию Шторм не набирали бы каких-то левых людей, которых никто не знает, а набирали бы водомесов. Реально, водомесов и лидеров кланов, все равно многие, ну, что там душой кривить, многие регулярно ездят в офис Майл.ру, но съездили бы и в армию на недельку, естественно, им бы пришлось немножко забашлять, кому-то возможно на работе оплатить отпуск, который он там возьмет за свой счет. Ну, короче, бюджет такой рекламной акции, как операция Шторм, пришлось бы немножко увеличить, но зато с этого реально был бы выхлоп. Я не говорю, что для участия в этом Wargaming одолжил бы своего анального раба, любителя пассать на мониторы при свидетелях, но полно других вариантов. Я вот, например, с удовольствием бы посмотрел, как дизер тот пытается пролезть в люк БМД, как бреют на лысо последнюю надежду латвийской экономики, как на полосе препятствий трясет своими большими ушами Аннет, ну и как флориком удохают на рукопашке. Этот список, кстати, не случайен, все эти люди дружат с Майл.ру и вряд ли отказались бы еще подзаработать. Есть еще, кстати, Элес, но я думаю, что наша армия еще не сошла с ума и ему бы в руки уж точно автомат никто не дал. Меня бы, к сожалению, не взяли, потому что я плохо вел себя в прошлом году и следующие несколько лет Дед Мороз оставит меня без подарков. Но я мог бы ввести репортажи, а на худой конец с удовольствием смотрел бы на все это великолепие дома. Ну, короче, смотрите. Мало того, что у всех вышеупомянутых людей суммарная аудитория будет, ну, чуть меньше миллиона, добавить к ним еще командиров топовых кланов, и в итоге каждое видео будет собирать сотни тысяч просмотров. Ссылки пойдут по рукам и видосы станут просто-напросто вирусными. И все эти люди будут видеть рекламу Armored Warfare, видеть рекламу нашей армии и всего остального, чего вы там захотите порекламировать. И все бы, естественно, говорили, ни хрена Симейлру что придумала, ни хрена Armored Warfare мочат. Не то, что это картошка, которая взялась Маус реставрировать, да и, собственно, ни слуха, ни духа об этом Маусе больше и нет. Ну, а то, что получилось сейчас, это, конечно, как ни печально констатировать, но даже маркетинговый отдел Armored Warfare теперь не может. Все мы помним эти потрясающие, смелые и дерзкие акции по раздаче голды в танковой игре. Вот за игру в Armored Warfare это было смело, оригинально, и самое главное, что рано это было. Но, так или иначе, акция была крута, реклама все эти по телеку, все это было круто. А то, что получается сейчас, это, конечно, вот не знаю. То ли они маркетологов сменили, то ли хрена узнать, что происходит. Но операция Шторм, как рекламный ход, походу провалилась. И последняя вот эта акция, назовем операция граффити, ну, я просто не помню, как это называется, где люди должны были фоткать граффити на свои телефоны, постить в ВКонтакте или в Инстаграмах, или хрен знает ли, я не помню условия. Но просматривая фотки победителей, заметил, что у первых двух человек, а то и трех, но там немножко непонятно, заснят один и тот же дом. Вот это поворот. Ну, то есть виден такой общий организаторский пофигизм. Хотя я не знаю, я не в курсе условий, как они выбирали победителей, но, по-моему, случай такой крайне забавный, на мой взгляд. Ну, и напоследок, несколько слов о видеоконкурсе, главным призом которого зачем-то сделали поездку в Лос-Анджелес в офис Obsidian Entertainment, то есть, ну, пообщаться с американскими разработчиками Armored Warfare. Поездка за бугор считается, конечно, громким призом еще с 90-х годов. Я помню, как оргазмически радовались пары, выигравшие эту самую поездку в программе «Любовь с первого взгляда». Так что, в принципе, приз довольно солидный, даже при том, что, ну, люди могут по-разному относиться к знакомству с разработчиками. Кто-то вот может, например, этого просто не хотеть. Ну, да ладно. В общем, знакомиться с Obsidian Entertainment в Лос-Анджелес поедут. Вот Валериан, это водомес из клана Изи, очень, как я слышал, скиллованный. Вроде бы он как даже директор этого клана, я вот точно не помню уже. Он, конечно, не так широко известен, как латвийский мачо. Ну, вы знаете, все эти фотки. Но у него на канале 15 тысяч подписчиков, и вроде как он водомесил только Armored Warfare, поэтому в игре его знают. К сожалению, я не нашел, где посмотреть статистику голосования за видосы в этом конкурсе, но на канале автора данный видеоролик, который победил, собрал 7200 просмотров и имеет 452 лайка. Следующий обладатель золотого билета в Солнечную Калифорнию некий Лимко Тьюб. Я, честно, не знаю, кто это никогда о нем не слышал, видосов его не видел. На канале у него 752 подписчика, и победоносное видео посмотрело 4643 человека и поставило ему 53 лайка. Ну и третьим увидеть проездом Голливуд сможет некий Илья Эйдес, или Адес, не знаю как правильно. На канале у него, внимание, 60 подписчиков, а победоносное видео собрало 10500 просмотров и около 300 лайков. Называется оно «Приключение лисенкой в облачке». Кстати, прикольно сделано, чувак реально молодец. Подобный монтаж, кстати, можно использовать на постоянной основе в рубрике каких-нибудь прикольных реплеев там, я не знаю. Зашло бы на ура. Лимко и Валериан, собственно, тоже молодцы. Видосы у всех хорошие, я посмотрел, мне все понравилось. И я опережу тебя, мой юный друг из пятого класса, который наверняка уже высрался где-нибудь в комментах по поводу того, что я всем завидую. Я ни в одном из конкурсов не участвовал, так что обломись. Но самое главное, что я хочу сказать, это то, что я надеюсь, в офисе Obsidian Entertainment никто не спросит у вас про вашу статистику. Ну, подписчики, просмотры, ну, понимаете, вдруг им это интересно. Ну, а если спросят, то я не знаю, соврите им что-нибудь хотя бы, потому что если они услышат такие цифры, я думаю, они там просто ах, ах, как удивятся. Ну и, собственно, вопрос-то здесь не к конкурсу и ни в коем случае не к победителям, а исключительно снова к отделу маркетинга, где наверняка сидят серьезные люди с высшим образованием, экономисты какие-нибудь или менеджеры там, профессионалы своего дела. Ну, смотрите, большого ажиотажа у конкурса, ну, как бы не ожидалось, да, потому что, ну, большого онлайна у игры давным-давно уже нет. Стоило ли делать главным призом поездку в Лос-Анджелес к Obsidian? Или же можно было все-таки ограничиться по стандарту какими-нибудь клавиатурами, мышками, наушниками, и все были бы, в общем-то, довольны? В конце концов, это даже по баблу выгоднее. Ну да ладно, кто я такой, в общем-то, чтобы учить профессионалов? Летом, я думаю, никаких конкурсов и акций не предвидится, ну, потому что онлайн в играх, как правило, летом проседает, потому что онлайн из школьников разъезжается по деревням и бабушкам, а взрослота, собственно, по отпускам и пляжам. Так что до осени будет вряд ли что-то интересное. За лето, я надеюсь, Armored Warfare исправит все свои недостатки и осенью развернет новую пиар-кампанию, такую громкую, как они умеют. Я надеюсь, что разработчики и менеджеры проекта еще не повесили свои шляпы и шпаги на гвоздь и еще способны выдать. Тут, как говорится, было бы желание, а оно вроде как у всех есть. Одни хотят разрабатывать игру, другие продвигать игру, поэтому, глядишь, еще повоюем. И да, если что, то на операцию Шторм 2, где видеоблогеры будут бегать в армии на пару с лидерами топ-кланов, я никаких копирайтов не предъявляю и предъявлять не буду. Пожалуйста, берите, пользуйтесь на здоровье, лишь бы пошло во благо. Я всецело только за. Высокий онлайн, собственно, всем нам на руку. Ну, в смысле, нам и вам, и мне, и вообще всем. Это я типа делаю вид, что меня кто-то сверху слушает. Ну, короче, на этом все. Как обычно, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, что думаете. Ну, и все такое. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок